Следующая 26 глава, Бабу Маджафеля Умра, глава о том, что было упомянуто об Умре. Умра Барак Луфику, мы знаем, это что у нас? Маленькое паломничество, маленькое паломничество. И мы с вами брали Барак Луфику в начале книги, что в одной из ревая известного хадиса Джибрили, когда Джибрили спросил Прокса Олстам о том, что такое ислам, он сказал, Делать хадж и делать умру. И поэтому ученые говорят, что хотя бы один раз в жизни умра для человека является обязательным. Некоторые люди задают вопрос, брат, что лучше сделать, умру или хадж? Сначала умру, потом хадж пойти или сразу хадж пойти? Поэтому человеку говорим, если у тебя есть возможность пойти в хадж, то ты езжай в хадж, потому что там ты сначала сделаешь так и так умру. Потому что ты когда пойти в хадж, ты сначала сделаешь умру, а потом будешь делать хадж. Поэтому одно другому не противоречит. Если же у тебя нет возможности пока пойти в хадж, потому что в хадж поехать дороже, чем в умру, то не упускай возможности съезти обязательно в умру. Тем более мы видели хадисы, в которых порицал Всевышний Господь Супан Атали, того человека, у которого есть физическая и материальная способность отправиться к дому Аллаху Супан Атали, чтобы посидеть дом Господа Супан Атали, он это не делает. Проксал Всевышний Господь Супан Атали сказал про него, что он махром, что он лишённый. Поэтому если у тебя есть возможность съездить в умру, съезди в арак-а-лафик. Продолжение следует...